Всем привет! Меня зовут Джанна Кира. Я снимаю передачу про глэмпинги, и сегодня я приехала в Татарстан. Этот глэмпинг называется глэмпинг Урман. Мы его проектировали в начале этого года, вот, и ребята у нас строили его этим летом. Сегодня буду брать интервью у Ильнара, это совладелец как раз глэмпинга, его идейный вдохновитель. У нас вообще очень интересная история. Я рассказывала на форуме в Татарстане про такой формат, вела лекцию, и Ильнара это заинтересовала. Как раз случилась пандемия, и основной его бизнес просел. Так что ему пришлось рекроваться, и он решил заниматься глэмпингом. Позвонил мне, я сделала ему проект, и сейчас приехала к нему в гости смотреть настройку уже второго этапа. То есть первым этапом у нас были палатки, которые отработали в этом году. Вторым этапом вот строят такие стильные, потрясающие фреймы. Ну, привет! Привет, друзья! Меня зовут Ильнар, основатель глэмпинга Урман Кэмп. Находится в Казани, в Зеленодольском районе по 10 километрах. Ильнар, у нас с тобой есть чудесная история знакомства, вот, которая случилась год, наверное, назад, да? Да, мы год назад, я был на туристическом форуме. Спасибо ребятам из Визита Татарстан, которые организовали это, где Жанна рассказывала про какие-то палатки, которые стоят там 300 тысяч, аренды, которые стоят там что-то от трех, от пяти до пятнадцать. Я сидел, слушал, думаю, что вообще за бред, кто за палатку столько платит? И тут наступил этот год, 2020-й, и все, все расставил по своим местам. Внутренний туризм начал развивать, и мы заказали концепцию, и разработку лагеря, и, конечно же, сами палатки. Скажи, я помню вот эту стройку, как все начиналось, как у вас это было, потому что ребята, ну как бы они изначально вообще из другого бизнеса, и как у тебя сложились отношения со стройкой, с септиками, с аппаратурой и так далее? Да, у меня были разные другие бизнесы, проекты, просто мы находили исполнители, которые нам делали то, что нужно там плотников, отдельно там строители и прочее. Мы за месяц-полтора построили этот глэмпинг. Я похудел, конечно, на семь килограмм, не ешь, не спишь, бегаешь тут, все каждые пять минут тебя дергают, но это прикольная история. Сколько у вас сейчас модулей стоит? У нас девять палаток, как они там, сафари-тент, есть общая зона пати-тенка для проходить завтраки, где ресепшн, где можно арендовать под мероприятие, и есть кедровая баня с панорамным окном. Слушай, а кстати, под мероприятие арендовали в этом году? Да, у нас банк Татарстана арендовал, они сделали себе корпоратив, про который, говорят, никому не рассказывайте, это, типа, такое скрытное мероприятие. Никому не рассказывай, не надо. Нет. Никто не должно об этом узнать. Слушай, какие у тебя еще были проблемы в момент строительства? Я просто думаю, что ты должен рассказать какие-то лайфхаки. Вот, допустим, глэмпинг под небом, мне говорят, пилораму сразу делаете, когда открываете. Слушай, можно купить сразу емабур, можно купить сразу стройматериалы какие-то, инструменты, лайфхаки. Нужно сразу продумать вообще концепцию всего. Вот это вот самое главное, за что я тебе благодарен вообще, потому что без этого мы бы расположили не там, где надо. Проблемы были... Да каждый день они были. Слушай, это глэмпинг, тут прям каждый день что-то ломало, что-то происходило. Что-то не сходилось, какие-то конструктивы, еще что-то. Но в целом получилось очень классно. А теперь расскажи про управление. Мы с тобой когда ехали сюда, ты говорил то, что это, конечно, полная жесть, как и все. Остальные тоже говорят, что одно дело построить, а другое дело управлять. Как вы с этим справляетесь? Вообще, надо просто найти классного администратора. Спасибо, Инна, которая у нас была. И будет все хорошо. В целом, действительно, с постройкой лагеря, это оказалось еще там полбеды, милое дело. То есть хоть там и, не знаю, просто миллиард всего происходило, было сложно, но управление еще сложнее. Потому что если берешь деревенский персонал, они не ответственны, а есть непостоянные. Там договариваешься прийти кое-к-девяти, они приходят и прочие моменты. Поэтому самое сложное — это персонал найти классных ребят, которые будут в команде. Да я помню какие-то видео, а, видео были, где вы строите, или я с вами созванивалась какой-то раз по ватсапу, да, и вы строили, вы тестили сначала сами, как собирать палатку. Да. Ну, у нас, если по персоналу думать, то там вообще уборщицы увольнялись после активных выходных, админы увольнялись, не выдерживали. То есть такой прям активный темп. Сколько вы народу сменили? Сколько уборщиц сменилось? Где-то пять, наверное, точно. Уборщиц и там три админа. Вы в какого часа открылись? У нас 13 июня ты сюда приехала делать концепт. Мы начали строить в июле. Вначале доски приехали, там фотография то или третьего, то или пятого июля. И 13 июля нам дали электричество, и у нас заехали первого гостя в отжидень. Ого. И всё, и пошла-поехала. И мы работали до 18 октября, то есть ровно два месяца, там и три-четыре дня. Успели бы какие-то деньги собрать за это время? Да. Не буду спрашивать, сколько, потому что я не дуть. Ты бы сколько-то зарабатывал, да? Да, сколько денег. Но вообще, в принципе, конечно, всем интересно, сколько вы вложили, сколько вы получили. Давай. Вот по инвестициям у нас получились палатки, коммуникации, общие зоны около 10 миллионов. Это 9 палаток, патитенты, бани и коммуникации. Самые большие деньги съели коммуникации, то есть там притянуть электричество, там почти километр обошлось, миллион, полтора. Плюс внутри, плюс мы заморочили, сделали септики у нас на 4 палатки. Отдельный септик с дренажными тоннелями, на баню отдельная. И самая коронная штука — это сибирские баны Чанны и Фураки, где отдельная канализация и отдельное электричное поле. Я просто думала, ребята будут крыть меня матом после того, как я запроектировала помост эти Фураки. Я просто уже видела фотографии с девочками в купальниках в тот момент, когда я делала эти концепты. А потом я просто постоянно видела их в инстаграме у ребят. Скажи, как гости относятся как раз к Фураку? Это оказалось еще фишкой коронной Урман Кэмп. И все приезжают именно для... Это же индивидуальный бассейн, лично твои палатки, встроенные в террасу, подогреваемые горячей водой. И все хотят приехать и сфоткаться, отдохнуть. Самое классное, да, ты лежишь в Чане, у тебя внизу протекает родник, а наверху звезды, это прям вообще космос. А что лучше, Фурака или Чаны? Есть и там, и там плюсы, и минусы, да. Фурака удобнее топить самому гостю, то есть не нужен персонал, он там древишки приготовили и может подкинуть. То есть, но в плане помыть, слить и прочее гораздо, ну, сложнее получается. А Чан удобнее мыть, он быстрее прогревается, но гость сам не может подкинуть, потому что топка где-то внизу под палаткой. У вас загрузка какая была в этом году? Загрузка, ну, процентов 60-70, если смотреть выходные, там, с четверга, с пятницы по понедельник, вообще прям полная стопроцентная была, а в будни там 50-60. У вас какое-то нереальное количество подписчиков в Инсте, просто огроменное, и мне кажется, все глэмпинги задаются вопросом, как у вас это получилось. Это притяжение классных ребят, классная аудитория, в классное место, то есть блогеры приезжали там 150 на 50. Вы блогерам платили когда-нибудь? Нет. Нет? Блогеры сами приезжали, бронировали, снимали сторисы, посты, и у нас каждый день прибавлялась куча подписчиков. Ага. Да. Сколько стоит отдохнуть в палатке вашей? 4 900 в Бутне, палатка без чана, опять 900 в выходные, и палатка с чаном, где мы находимся, стоит 8 900 в Бутне, 9 900 в выходные. Потрясно. Но ты приезжаешь, у тебя как раз тут и спа свой собственный. А вы массаж подключали? Мы пару раз привозили массажиста, но там что-то загрузка палатка большая, что не все хотели. Чем глэмпинг, по-твоему, наиболее крут? Вот в каких своих аспектах? То есть мобильность это или формат, или это окупаемость? Вот что для тебя такое прям? Это, мне кажется, тренд, во-первых. Мы попали в трендовую историю. Это новый стиль, вообще новый формат отдыха. У меня приезжали гости из какого-то соседнего города. Говорят, я, говорит, не думал, что такое будет в Норвегии или где-нибудь в Швеции. Тут ротник течет, тут чан, лес. А это, говорит, у нас в Татарстане. А в чем была такая твоя, наверное, большая разочарованность, ошибка или то, что тебя вот такое выбесило больше всего в какой-то момент или в какой-то процесс? Сейчас, по истечении нескольких месяцев, да, вообще ничего, все классно, все забылось, а момент стройки и управления, ну, тут было прям еще постоянно что-то происходило. Ваня там лопался, чан сливается, фурака там что-то не топится, ну, то есть каждый день что-то происходит, поэтому, ну, именно управление такое достаточно сложное. Понятно. Скажи, у вас сейчас расширение, вы ставите еще пять афреймов, а на перспективу вы уже думали, что еще будете делать? Потому что по проекту у вас там стоит еще и купола, и какие-то там, большой гостиничный комплекс и ферма. Смотри, сейчас, так как мы 19 октября закрыли палатки, но каждый день куча людей звонят и пишут, хотят забронировать, мы решили сделать пять зимних домиков афрейн, также с чанами, с фурака, с террасой классной, да. И сейчас у нас строится рыбная ферма, там будет африканский кларьевый сом, и в дальнейшем будем, там есть еще классное место, куда можешь поставить геокупол и сделать каскад прудов, чтобы у тебя прям была водичка внизу. Каскад тоже будете делать? Да. Супер. Как вы кормите? У нас есть завтраки, включенные в стоимость, мы просто предоставляем продукты, например, яйца, сыры, там молоко деревенское, и гости приходят, сами себе готовят, могут кашу сварить, там могут яичницу, там и кофе, чай, вообще все-все-все на диске. Парковка у вас находится прямо в самом начале, да, то есть вы машину сюда вообще не допускаете? Мы сначала пускали, потому что не было ни заборов, ничего, гости заезжали, там прям палатки ставили, но сейчас мы сделали забор и парковка внизу. А были такие, знаешь, типа, мы поехали как-то в Глэмпинг под небом тоже брать интервью, мы взяли интервью, там сидело двое гостей, двое занятых столов было, вот, и оказывается, это тоже люди, которые хотят открыть Глэмпинг, вот так, они потом к нам подошли, мы послушали ваш разговор, давайте нам тоже сейчас советовать. Да, у вас приходили те, кто просто хочет посмотреть, поспрашивать, как это все? Да, слушай, вообще прям каждый день звонили, просто приезжали левые люди, которые говорят, слушайте, ну мы такие, мы посмотреть, я говорю, забронируйте, мы вам все расскажем, покажем. И таких очень много, которые, ну, похоже, хотят построить Глэмпинг, вот. Консультироваться. Да. Скажи, вот все случилось, ты уже такими трезвыми глазами на все смотришь, и если бы вот прям сейчас у тебя год назад там отмотать, не год, вот начало года, стали бы вы это делать? Да, слушай, почему бы и нет, я вообще согласился на эту авантюру, да, задав себе просто пару вопросов, когда, если не сейчас, и, ну, типа, почему бы и нет. То есть, и все, слышу, вообще все случилось, все получилось, все классно. Супер. Вот, ребята уже делают ферму, вчера сдали фундамент, потом трактор ездит. А вот и пати тент. Да, в этом году он у ребят отработал, общественная зона. Я на проекте, после того, как я его спроектировала, я отдала альбом первый раз, поэтому пойду смотреть. Так приятно всегда, когда ребята все делают по проекту. Да, мы здесь спроектировали для них из переруба вот такой вот внутренний блок. В принципе, мне кажется, с газовым отопителем можно здесь находиться и сейчас. Вот здесь такая панорамная стекло из прозрачного тента. Ребята сначала заказали у нас просто пати тент, но поскольку очень сильно дуло, они решили, что надо заказать и шторки. Вот она, стойка рецепшена. Здесь у меня по проекту были всякие декорные штучки. Вот так. А здесь у нас санитарные блоки. А ну-ка. Вот он, санитарный блок. С милым зеркальцем. Вот здесь кухня. Вот таким образом ребята сделали разводку электрики в гофрах. Вот здесь поставили розеточки. То есть, в целом, у меня по проекту здесь были гамаки, и ты сидишь на гамаке за столом. Такой формат. Мне кажется, тоже интересный. Вот сейчас ребята сделали такой большой общий стол. Вообще, большие общие столы в глэмпинге — это круто. Потому что у тебя сразу... Сразу все хотят общаться, начинают знакомиться. Тоже положительные эмоции от отдыха. Поэтому рекомендую. Конечно, приехала я уже, когда стало темно. Быстро темнеет. Но я вам покажу. Мы сделали санитарный блок снаружи под тентом. Почему? Потому что, конечно, когда ты делаешь его внутри модуля, становится влажно и неприятно. Линар не хочет, чтобы я снимала туалет. Поэтому я буду, не знаю, снимать или нара. Показывай, показывай. Или нара. Ну вот, ну расскажи, как у тебя впечатления вообще от этого туалета. Честно. Классно все. Они не жалуются о том, что это шторки? Мне кажется, в октябре, в сентябре никто не ходил. Да? Ну потому что здесь холодно. Вентиляция, естественно. Вот. Так это не сделано со шторками. Ну а в целом говорили, как-то неудобно и комфортно. Может, места мало здесь. Потому что мы сделали здесь место. Тут как бы вот ты переодеваешься, а потом уже заходишь купаться. Здесь купались, наверное, в августе. И там максимум после чана, чтобы этот... Смыть. Эти смылись иголочки. Все. Мы сейчас стоим на самой топовой палатке. Но Норвегия отдыхает. Потому что ты лежишь на гамаке, а здесь смоется твоя женщина. Такие фонарики потрясающие. Внизу бежит ручей. Вот. Его слышно. Вечером голубое небо и миллиард звезд. О, и тут твоя ждет тебя кроватка. Да. Норвегия говорит, в эту палатку хотят вообще все. Мне кажется, ее надо дороже продавать. В таком случае. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. После сумасшедшего дня я ходил в баню, вечером выходил сюда, садился на стул и слушал родник. Смотрел на звезды, минут 15, и восстанавливался после сумасшедшего дня. Это было такое... Я представила, как Ильнар с пустым взглядом смотрит на соседний холл, ножки свесив. Такой, да, все это в голове перебирает. Покажи окно. А ну-ка. Постараюсь. Во. Да, ребят, вот здесь. Сколько у вас? У вас получается... А кто-то приезжает просто в баню? Да, да, мы начали просто в баню сдавать. Почем? Полторы часа. Десять. Но унитаз нужно... Это двадцать. Супер. Панорамные окна. Огромные теплопотери несут. Но выглядит потрясающе. Окошко, Ваня, это прикольно. Ты хочешь здесь раковину сделать? Да. То есть, когда они моют руки, они смотрят в окошко? Слушай, прикольно. Спасибо. А то не все заценили это. Нет, неплохо, да, но при желании это все можно закрыть. У нас будет рулонная шторка. Рулонная шторка такая милая, да. Все, я иду. Сейчас буду заходить. Буду заходить. Оп. Здрасте. Здрасте. Какой крутой цвет. Улыбайтесь. Улыбайтесь, конечно. Очень классный цвет. Третний. Еее. Как тебе? Потрясно. Вот тебе этот. Как это? Мой любимый цвет. Фисташковый. Фисташковый. Вот, а здесь будет Чан, Фурака. Подожди. Вот там Чан, видишь, высоко, а там Чан, а здесь Фурака. Здесь Фурака и в Перм тоже Чан. Почему они друг от друга? Мы когда с Иня вымерили, у Чана... Тут такой симпатичный овраг с борщевиками, да. Вот, но они выглядят живописно. Мне кажется, даже не надо их убирать. Они создают такой эффект. Не надо. Обжигает при этом. Кого-нибудь обжигал в этом году? Ну, не строитель, даже. Падает. Цвет, конечно, крутой ты подобрал. Цвет очень хороший. Графит матовый. Очень стильно смотрится. Смотри, вот кровь летит. О, да. Очень круто. Хороший выбор. И цвет этот мне нравится. Оливковый. С этим черным. Темным. Прикольно. Так. Ну, пойдем. Ага. Вот этот. Фух. Она остается. Закрывается наверх. Надо поднимать. Полностью все. Ну, сколько вы еще думаете время понадобится, чтобы все построить? Вот этот? Да. Дни 5-6. Дни 5-6? Ага. Обшить. Сколько здесь утеплитель? Вы сотку делали? 200. 200. Она же холодная. В Казани. Холодно, да, у вас. Да, я люблю. Вот смотри, здесь будет лестница. Ага. Вот здесь вот. Вот это все зашивается. Здесь так поднимают по лестнице, там матрас просто. И там еще трибольные окна. Очаровательно. А лестница какой? Металлическая, деревянная будет? Деревянная. Смотри. Там не только света. Идея такая, то что в каждом домике Ильнар делает разные внутренние оттенки цветные. Там оливковый, здесь такой голубенький. Вот так круто делать, когда вы внедряете прям по-настоящему модули в природную среду. Это выглядит вот так. Ну, круто же. Представляешь, ты выходишь, у тебя здесь это березка живописная, а здесь у тебя Чанфурака. Вот, я уже представляю, сколько фотографий барышень в купальниках с этой березкой я увижу в следующем году. Да, мы сейчас говорили как раз о том, что афреймы, они больны тем, что весь теплый воздух скапливается вверху. Но ребята нашли аэратор, будут его монтировать. Куда? Исторический момент. Парень, который до этого года никогда в жизни раньше не занимался стройкой, сейчас объясняет строителям, как ему построить базу. А я сейчас иду в заснеженной дорожке в первую секцию глэмпингов. То есть у нас секция разделена, весь глэмпинг разделен на две части. Первая часть это общественные зоны и вторая часть после. Вся территория, она основана на оврагах, поэтому здесь появляются вот такие прикольные мустики. В осеннее время здесь было вообще потрясающе. Я не была, но судя по фоткам, березки, листья пали. Вы можете зайти и посмотреть к ним в инстаграм. У нас каждый день звонят и пишут в инстаграме в директ, забронировать хотят. Мы пока, так как домики не достроены, пока не бронируем и немножко игнорим людей, там забираем заявки. Вчера просто люди закинули денег, типа купить сертификат без даты, без данных, без телефона, просто закинули денег на карту. Вот так работает глэмпинг. Да, и еще, кстати, ребята очень крутую политику ведут. Они все снимают на инстаграм и показывают, что происходит, на каких этапах находится стройка. Они вместе выбирают диваны, всякие постельные белье, шторки и так далее. Это, конечно, притягивает. Они прям дают обратную связь, да? Да, то есть люди, когда мы строили глэмпинг палатки, да, летом, у меня посты с вопросами, типа какой там выбрать палатку, геокупол или афрейм, набрало максимальное количество комментариев, репостов и лайков. То есть я прям такого не ожидал, там, вот 60-70 человек за полчаса писали, там, стройте это, делайте так. То есть такая обратная связь мощная. Прям, ну, и ты заряжаешься такого, все будут делать это. Ну, конечно, круто отдыхать в глэмпинге, который ты еще советовал. Ты знаешь, что ты на «ты» выбирал эти простыни. Давай, я хотел тебе добавить, что в «Бутни» вообще глэмпинг притягивает классных ребят, и в «Бутни» приезжали предприниматели, люди, которые могут в «Бутни» выехать, и вообще такие мега-классные знакомства происходили. Ты там сидишь, одни айтишники, там другие какие-нибудь строители, третий приехал, говорит, я, говорит, там деревья очисткой занимаюсь, вон то дерево, там березка возле этого, надо ее спилить, короче, очень прикольно. Вообще, по целевой аудитории были какие-нибудь козлы? Ну, прям, ты мерзкий? Были ребята, да, которые забронировали несколько домов на разных людей, хотя мы так не делали, чтобы компания не собиралась, да? И они приезжают, открывают багажник, а там ящик пью. Я такой, все, короче, попаду. Достают жебельку, колонку вот такую. Я думаю, ну, все. А только до этого, за пару часов, я общался с ребятами, которые приехали второй раз, они говорят, о, это, говорит, место для уединения с природой, для отдыха и прочее. И тут эти, они мне пишут вечером, говорят, типа, ребята, говорит, у вас тут шумно, музыка орет. Мы, я прям реально позвонил этим гостям, и говорю, я вам готов деньги вернуть, как выезжайте. И они там после второго-третьего предупреждения там убавили, ну, вот, был такой, два испорченных вечера с музыкой такой. Хотя мы сделали режим тишины, и, ну, как правило, было, аудитория была классная, которая там адекватная, понимала, и приезжала именно для уединения с природой. Слушай, ну, по целевой, вот, мне кажется, то, что много очень айтишников едят прям. Айтишники, предприниматели, семьи с детьми такие, которые, там, аутдор, лайфстайл. Такие цифровые кочевники, назовем это так. Да, цифровые кочевники, которые поняли, что можно работать и жить в разных местах, и им ничего не стоит, там, сегодня здесь, завтра на Бали, там, послезавтра в Турции, еще где-нибудь. Мне кажется, вот такой формат, он в перспективе может лечь в основу, как бы, такого, вообще, летнего пребывания в целом? То есть это как жилой фонд, то есть это как дачный вариант такой. Люди, кстати, да, ты спрашивали, а можно, говорит, такое на дачу поставить? Да. Ну, ты про это? Да, я про это, и, наверное, знаешь, даже не про глэмпинг, как вот такого формата, а, типа, ты выкупаешь дом такой себе в каком-то, типа, поселке, вот есть, я знаю, поселок Йогов в Подмосковье. То есть такая долгосрочная аренда? Ну, это даже просто выкуп, типа, у тебя там земля и твой вот этот такой домик. Как думаешь, вот такой формат будет ехать, если там будет какая-то тоже общественная зона, но это не будет как глэмпинг под сдачу, это будет уже твое? Слушай, прикольный формат. Я просто думаю, что за этим будущее, вот честно. Есть такое, я инвестирую, есть в Америке рейты, называется, фонды, когда у тебя какой-то дом принадлежит 52 семьям, две недели на обслуживание, то есть 54 недели, да, в году, и ты имеешь право раз в год одну неделю жить в доме. И вот то, что ты говоришь, это вот к этому может прийти, это такой некий управляющий фонд, который делит проживание гостей просто на какой-то цикл. Да, да, я прям уверена, что, не знаешь, как хостелы пережили свою жизнь, там хостелы, каворкинга хостела, сейчас будет глэмпа каворкинга хостела, когда ты реально, знаешь, есть такой, что не знаете, есть такой бит-энд, он это как сотый сделан, то есть это так в базике они встают, и получаются такие двухэтажные, трехэтажные такие штуки, вот, и ты просто там выкупаешь себе какое-то место, он там стоит, не знаю, тысяч 50, мне кажется. Выкупаешь себе такое место, ну, плюс еще там территория, плюс еще там общественная зона, там поделить, вот, и живешь в каком-то таком бешеном комьюнити, там работаете. А потом его перепродаешь, значит, такая, типа, собственность странная.